Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Это нам говорит о том, что мы с вами за 15-20 прошедших лет построили совершенно колоссальную, совершенно фундаментальную ресурсную базу для проведения клинических исследований. Логистическую инфраструктуру, регуляторное поле. И, конечно же, надо отметить, что все эти достижения принадлежат нам с вами, тем, кто, надеюсь, слушает нас сегодня и тем, кто не слушает, но так или иначе участвует. То есть, в первую очередь, это врачам-исследователям, работникам спонсора, контрактно-исследовательских организаций, организаций представителей, законодателя, регулятора. Все это сделали мы с вами, сформировали такую инфраструктуру. Дальше я переключаюсь опять на следующий слайд. Надеюсь, у меня пройдет это удачно. Теперь позвольте буквально несколько слов о самом простом, это все вы прекрасно знаете. Для какой цели и что такое существует, и для какой цели служат международные многоцентровые клинические исследования? Вообще, честно говоря, мне кажется, что гораздо полнее суть и смысл этих исследований отражает термин многоцентровые рандомизированные клинические исследования. Но давайте пользоваться устоявшейся аббревиатурой. Так вот, ММКИ служит целью убедить регулятора зарегистрировать препарат на основе доказательств преобладания ожидаемой пользы от возможного вреда здоровью пациентов от применения этого лекарственного препарата. И у регулятора во всем мире, во всех странах существуют очень высокие требования к качеству этой доказательной базы, которая должна исключить любого рода ошибки, случайности и так далее. Чему, в общем-то, и служат методология международных многоцентровых клинических исследований, вернее, такие элементы, как рандомизация и заслепление. И вот мы с вами, вот у меня уже получается отлично переключать слайды, и вот мы с вами приходим к тому, что цикл клинических исследований завершен, препарат подается на регистрацию и успешно регистрируется. И какая же судьба дальнейшая ожидает тот колоссальный массив данных, который удалось собрать за весь цикл клинических исследований? А если отвлечься, то здесь нужно обязательно сказать, что весь этот цикл клинических исследований международных, многоцентровых, рандомизированных, слепых, двойных слепых, это невероятно ресурсоемкий процесс, занимающий колоссальное количество времени. Вы все знакомы со статистикой, но я приведу те данные, которые мне были доступны, порядка 500-800 миллионов долларов по некоторым оценкам. Это стоимость одного цикла всех клинических исследований для одного лекарственного препарата, и временные затраты составляют 7-8 и даже 10 лет иногда. И вот все эти ресурсы брошены на то, чтобы зарегистрировать препарат. А после регистрации что же мы видим? Что не все из полученных данных, а они по-прежнему представляют ценность, могут ответить на те вопросы, которые волнуют всех заинтересованных лиц, а именно врачей-клиницистов, пациентов, организаторов здравоохранения, которые принимают решения о вопросах лекарственного возмещения. Так вот, данные, собранные в ММКИ, не на все вопросы могут ответить, которые становятся актуальны после регистрации. Какие это вопросы? Вот, исходя из своего опыта, я попытался суммировать эти вопросы. Наверное, список не самоисчерпывающий, но, тем не менее, дает какое-то представление. В правой части слайда вы видите вот те темы, которые волнуют различные категории пользователей данных, а это пациенты, врачи, регуляторы и организаторы здравоохранения. Под организаторами здравоохранения я обобщенно понимаю тех лиц и те организации, которые принимают решения о вопросах лекарственного обеспечения и лекарственного возмещения. В каждой группе возникают вопросы, на которые клинические исследования не могут дать развернутого ответа, но, тем не менее, эти вопросы очень актуальны, и подчас без ответов на эти вопросы очень сложно принимать какие-либо решения по лекарственному возмещению, по выбору наиболее эффективной терапии, подходящей данным конкретным пациентам. Так вот, как же мы можем получить эти данные, если мы не можем получить их в ходе рандомизированных клинических исследований? Согласно современным представлениям, мы можем получить, если не исчерпывающие ответы на все эти вопросы, то, по крайней мере, подобраться как можно ближе, с помощью исследований Health Outcomes. Здесь я вынужден был перейти на английский язык, потому что в английской литературе это устоявшийся термин. К сожалению, в русском языке я не смог найти ему адекватного перевода и даже сам старался перевести, но решил остановиться для простоты все-таки на этом английском термине, чтобы мы все понимали, о чем идет речь. Так вот, что же такое Health Outcomes исследование? Это измерение изменений показателей здоровья популяции в результате из изучаемых терапевтических вмешательств, в том числе лекарственной терапии. Так вот, основными преимуществами относительно рандомизированных клинических, классических клинических исследований у исследований Health Outcomes можно выделить то, что с помощью них возможно сделать вывод о преобладании одного вида лечения над другим в условиях конкретной клинической практики, рутинной клинической практики, на вполне конкретной популяции больных, а не, скажем так, искусственно созданной, как это часто бывает в рандомизированных клинических исследованиях. И одним из тоже немаловажных преимуществ исследований Health Outcomes является их сравнительно невысокая стоимость, сравнительно, я имею в виду, относительно рандомизированных клинических исследований. Почему, если исследования Health Outcomes так хороши, мы до сих пор их еще не проводим, и почему я в секции про клинические исследования первой и третьих фаз решил об этом высказаться? Несмотря на то, что цели этих исследований различны, и я бы даже сказал полярны, стремятся к разным полюсам, очень много синергии, очень много схожего в проведении тех и других исследований. Это касается и инфраструктуры, это касается и методологии проведения. Ну, например, разумеется, первым делом мы вспоминаем о ресурсах клинических баз. И те, и другие исследования проводятся в клинических центрах, и ресурсы, которые могут использоваться в ММКИ, естественно, совершенно пригодны для исследований Health Outcomes. Это этические и правовые вопросы проведения исследований, информированные согласия, сама система сбора, хранения, передачи и обработки данных, статистическая обработка данных. Все это объединяет ММКИ и исследования Health Outcomes, так же, как их объединяет самое главное, именно научный подход, лежащий в основе этих двух исследований. К сожалению, разность целей и задач, стоящих в основе этих исследований, не позволяет сконструировать какой-то один универсальный тип исследований, который бы ответил на все вопросы, важные и для регистрации препарата, и для его пострегистрационной жизни. Хотя сейчас предпринимаются попытки совместить ММКИ и Health Outcomes Research. Самый наглядный пример, с которым большинство из нас встречалось, это исследования качества жизни, которые, конечно же, важны для пациентов. А пациенты, в свою очередь, в нашем очень информатизированном сегодня мире играют все большую роль при принятии терапевтических решений. Но также это очень инновационные вещи, типа регистровых рандомизированных клинических исследований, когортных множественных клинических исследований. Я не буду о них подробно останавливаться. Мой коллега Андрей осветит альтернативный дизайн в последующем докладе. И, может быть, в дискуссии мы можем об этом поговорить поподробнее. Но вот что бы я хотел отметить, то что мы добились колоссальных успехов в ММКИ, но, тем не менее, исследования Health Outcomes, несмотря на всю эту похожесть, они пока что на втором плане. Хотя и вопросы там поднимаются важные. Почему так? Опять же, основываясь на собственном опыте, я решил перечислить самые значимые, на мой взгляд, сложности реализации, сложности исполнения и проведения исследований Health Outcomes. Вы видите их на этом слайде. Но дополнительно я, пожалуй, бы отметил самую всеобъемлющую сложность, самую универсальную сложность, а именно инновационность, новизну вот этого подхода Health Outcomes исследований и тем более синтеза традиционных клинических исследований Health Outcomes исследований. И вот эта инновационность сейчас заключается... То есть проблема инновационности в том, что отсутствуют какие-то единые стандарты, методологическое единообразие отсутствует. От этого, разумеется, становится сложнее трактовать данные, оценивать их с точки зрения тех вопросов, которые возникают у пользователей этих данных, а это врачи-клиницисты, организаторы здравоохранения. И это, еще раз подчеркну, это общемировая проблема, не только наша, и даже, может быть, в меньшей степени наша. Ну и, естественно, есть характерные для нашего местного ландшафта здравоохранения проблемы. Самое яркое из них – это правовое регулирование эпидемиологических, наблюдательных и ретроспективных исследований и всего того, что относится к так называемому real-world data, то есть данные реальной клинической практики. Здесь я позволю себе предложить, как мы можем преодолеть эти сложности, но вот мои предложения вы видите на слайде, но я бы хотел отметить, что, и вы это, может быть, даже интуитивно понимаете и так, что все эти вышеперечисленные трудности, они настолько взаимосвязаны и вытекают друг из друга и взаимозависят, что очень сложно нам сделать первый шаг, в том числе и не только потому, что мы не можем понять, какой же шаг первый, но и главным образом потому, что мы не можем оценить результаты этого первого шага в отрыве от всех этих взаимосвязей. Но если перевести это на язык попроще, то вот что же нужно делать в первую очередь? Как-то урегулировать правовую неопределенность такого рода исследований или их востребованность с точки зрения лекарственного обеспечения? Разумеется, одно должно идти рука об руку с другим, потому что это взаимосвязанные вещи, и одно не имеет смысла без другого. И это говорит нам о том, что все это поле исследований, все эти виды исследований, объединяемые термином Health Outcomes, должны развиваться гармонично. Все проблемы решатся гармонично и тоже с взаимосвязью. И здесь, я думаю, первым шагом на пути к этому, если мы решимся все-таки на этот путь встать, было бы расширение наших познаний в области исследований Health Outcomes и появление все большего количества экспертов, изучающих этот вопрос, не просто знающих, но изучающих этот вопрос, изучающих мировой опыт, тенденции, продолжающих инновации в этой области. И было бы очень полезно, если бы такие эксперты возникали среди всех участников процесса, я имею в виду и врачей-клиницистов, и представителей фармацевтической индустрии, и представителей организаторов здравоохранения. И вот если бы такой уровень знаний мы бы подняли на существенную высоту, то сам собой, я думаю, завязался бы диалог о том, как нам лучше эти исследования развивать таким образом, чтобы все текущие вопросы, возникающие в связи с клиническим применением и лекарственным обеспечением разрешать в рамках этого диалога. На этом позвольте перейти к выводам. Я их зачитывать не буду, они представлены на этом слайде. Еще раз хотелось бы оговориться и подчеркнуть, что это моя личная точка зрения, она основана на моем опыте, наблюдениях, размышлениях. И целью моего доклада являлось привлечь ваше внимание к этой проблематике и попытаться сказать, что у нас с вами в руках совершенно невероятные ресурсы, построенные нами самими. И эти ресурсы могут послужить большей пользе для здравоохранения, для пациентов, для общества, если мы немножко расширим наш кругозор. Еще раз позвольте поблагодарить организаторов и ваше внимание к этой проблематике.